Добрый день! Сегодняшнее у нас воскресенье будет посвящено очень интересному отдыху и времяпрепровождению. Мне в первую очередь хочется сказать задачи, зачем мы все это делаем. Это наш второй сезон, второй год, и мы пришли к тому, что это необходимо. Потому что люди, когда начинают лечиться гомеопатией, очень многие вопросы, которые у них возникают, они не задают. Они поступают сообразно со своего личного опыта и зачастую просто гомеопатическое лечение прерывают очень некорректно. И те симптомы, и те состояния, которые человек получил на гомеопатическом лечении, они трактуют по-своему. Еще большая проблема – это дети, маленькие дети, которые болеют безусловно часто, гораздо чаще, чем взрослые. И в этих ситуациях родители должны уметь и знать, как помочь ребенку до прихода врача, до того, как он будет осмотрен, обследован и как наблюдать за ребенком. Что в состоянии ребенка будет нормальным, а что патологическим? Гомеопатия – это метод лечения. Но первый вопрос, который вы должны себе задать, когда вы видите заболевшего ребенка или самого себя, вы должны понять, вообще требуется в данной ситуации лечение или нет. Это первое, что вы должны оценить. Когда вы даете гомеопатические препараты и даже не гомеопатические, вы должны понимать, какой эффект вы ожидаете. И сообразно уже этому эффекту мы дальше продолжаем лечение, либо не лечение. Итак, гомеопатия. Гомеопатия. Я думаю, что многие из вас знают основные азы, что такое. Переводится она «подобные болезни» и строится вся гомеопатическая медицина фактически на трех законах, которые были сформулированы Ганнеманом более 200 лет назад. И вот они, эти законы. Лечить подобное подобное, то есть назначать то лекарство, которое само способно вызвать такие же симптомы у здорового человека. Использовать только очень малые дозы лекарств, которые подвергнуты динамизации или мы еще называем потенцирование. Это та самая цифра, которая стоит после названия препарата. Арника 30, 201М или 10М. Это степень потенцирования или разведения, или динамизации. И третий закон. Определять свойства лекарств путем испытания их действия на здоровых людях. Все гомеопатические препараты, монопрепараты и комплексы, они все испытаны на здоровых людях. Ни одного гомеопатического препарата без испытания и без картины этого препарата мы в своей практике не принимаем, не применяем. Итак, все эти законы сформулировал немецкий врач Самуил Ганнеман, который жил с 1755 по 1843 год. И, конечно, наша заслуга Ганнемана огромна. Это тот человек, который впервые сформулировал все законы и всю систему гомеопатической медицины. Но, как вы понимаете, ничто не рождается на пустой почве. Да. Все должно иметь какую-то свою предтечу. Все должно откуда-то вытекать. И идеи гомеопатического лечения и гомеопатического принципа были известны задолго до рождения Ганнемана. И впервые то, что дошло до нас в форме письменной, это свидетельство Гиппократа. Да. Гиппократ и его труды знакомы человечеству уже больше, чем две с половиной тысячи лет. И спустя две с половиной тысячи лет, я так думаю, что весь мир знает, кто такой Гиппократ. И его заслуги, безусловно, очень велики. Почему? Потому что Гиппократ смог увидеть систему и сформулировать все основные законы, на котором уже будет базироваться и развиваться вся остальная медицина до сегодняшних дней. Он считается отцом медицины, медицины, и это безусловно по праву, потому что именно он сделал медицину наукой. Он сформулировал основные законы здоровья и болезни. Не навреди больному, это сказал Гиппократ, и это мы до сих пор помним, как самое первое правило в медицине. Он описал болезнь не как поражение одного или того или другого органа, а как нарушение жизнедеятельности всего человеческого организма. Он сформулировал фундаментальные принципы медицины, он провозгласил индивидуальный подход, и он говорил о том, что лечить мы должны не болезнь, а лечить мы должны больного человека. И, конечно же, сформулировал эталоны высочайших этических норм для каждого врача. Все мы знаем клятву Гиппократа, правда, мы все ее теперь по-разному называют, но идея была именно Гиппократа. Самое главное, говорил он, задачей врача является сохранение здоровья, то есть профилактика и излечение больных. Он говорил о профилактике заболеваний. И Гиппократ выдвинул два принципа, по которым мы можем лечить пациента. Это подобное лечится подобным, семилиум семилибус курентур, или противоположное лечится противоположным, либо или контрария контрариус курентур. Первый принцип был назван гомеопатия, подобное лечится подобным, от греческого подобный и болезнь. Второй принцип он назвал алопатия, от греческого алос, иной, и патос, болезнь. Что произошло дальше? Следующее имя, которое мы с вами, конечно, опустим, очень много великих людей, но мы пройдем по самым основным ступенькам, которые привели к открытию гомеопатии. Последователем Гиппократа считается Клавдий Галли. Жил он уже в нашей эре, 131-201 год. Он взял за основу принцип противоположное лечиться противоположным, и он разделил все лекарства по болезням, по симптомам болезни, на возбуждающие болезни, болеутоляющие, снотворные, слабительные и иные. Галлин был уверен, что не все вещества в растениях полезны, и поэтому он предложил делать вытяжки из растений. И вот сегодня у нас 2017 год, вытяжки эти и настойки, они так и называются галеновскими, и делаются они точно так же практически. Как это делал Галлин. Самая главная его заслуга в том, что он сумел объединить множество систем, множество суждений и множество наблюдений разных школ в одну единую систему, и попытался использовать их все в подходе лечения пациента. Но революционерами в гомеопатической медицине, конечно, стали два последующих врача. Это средневековый врач Парацельст и потом, через 200 лет, Ганема. Парацельст. В чем же его заслуга? Это очень известный, знаменитый средневековый врач, который народился в 1493 году в Швейцарии в семье врача. Был он очень странным ребенком во всех отношениях, как внешне, так и по своему поведению. Это был необыкновенно умный, смышленый, хорошо интересующийся всякими науками ребенок. В среде сверстников авторитет он не имел, потому что даже его внешний вид отталкивал остальных детей с огромной головой, тонкие ручки, ножки, короткое туловище. Тем не менее, это ему совершенно не помешало изучать то, что ему хотелось. А больше всего его интересовала медицина. И в 16-ти годах Парацельст уже владел основами хирургии, терапии, ориентировался в алхимии. В этом столь юном возрасте он покидает отчий дом и уезжает учиться в Европу. Он изучал медицину в лучших университетах Европы. Он учился в Германии, Франции, Италии. И уже в 22 года во Флоренции он получает степень доктора медицины. Когда он получает эту степень и оглядывается назад, он понимает, что все, что его могли научить университеты, он все уже взял. Все это он уже познал. Его это совершенно не удовлетворяет. И он поворачивается к другой медицине, к медицине, которую мы сейчас можем назвать народной. Он идет к простолюдинам. Он бросает все и начинает бродяжничать. И он 10 лет бродяжничал в буквальном смысле. Он общался с цирульниками, с повитухами, с алхимиками, с магами. И все, что он мог собрать, все, что он мог узнать, он это собирал. Обошел всю Европу. Он был в Северной Африке. Он даже был в России. Он был пленен кочевыми племенами. Из всего этого он вышел живым и невредимым. И в 34 года, в 1526 году, он возвращается к врачебной практике в Базель и становится сразу профессором университета Базельского. Поскольку человек, он был очень неординарный для своего времени, то и отличался какой-то совершенно необузданной дерзостью, то у него было, конечно, много проблем с профессурой, с врачами. Что он сделал первонаперво? Он стал читать лекции на немецком языке, а не на принятом тогда обязательном латинском. Это был такой брошен вызов. Лекции его пользовались, безусловно, огромным интересом. На них всегда был аншлаг студенты и нестуденты. Так он приобрел свою славу, и так он приобрел очень влиятельных врагов в себе. Работал он не только в области медицины. Его занимала философия. Он очень много работал в этой области. Но после того, как он публично сжег учебник медицины, написанный на основе античных трудов, ему пришлось буквально убегать. Он убегает из города, потому что ему грозит суд за вольнодумство. Он скитается по Европе, но через два года он поселяется и живет в Базеле. Ой, простите, в Зальцбурге. Он нашел себе богатого покровителя. И с 1522 по 1541 год он живет в Зальцбурге, где успешно практикует, где успешно свои идеи продвигает. Но в 1541 году он погибает по множеству свидетельств от насильственной смерти. Для нас важно его наследие. Что сделал Парацельс? Почему о нем так говорят? Почему так часто к нему обращаются и сегодня? Наследие для медицины. Он первый стремился сформулировать общевселенские и космические принципы. Он объединял все знания в единую систему. Не только систему человека, а система космоса и место человека в этой системе. Он к нему принадлежит высказывание, что человеческая природа самая совершенная, и потому она царствует на Земле. И природа человека включает в себя элементы всех прочих царств. И животного, и растительного, и минерального. Поэтому в каждом из этих царств человек должен искать источник исцеления, архев или иных заболеваний. Он также говорил, что название болезни не служит показаниям для лекарства. Это подобное, которое должно быть сравнимо с тем же подобным. И это сравнение ведет к открытию чудесных составов для исцеления. Ни одна горячая болезнь не излечивается холодным, ни холодное тепло. Но часто бывает, что подобное своему излечивает свое. Это то, что говорил Пократ, и то, что подтверждает Працельс. При том, что он, конечно, всегда был против течения. Однако здесь вот такие вот вещи он никак не мог отрицать. И одновременно с принципом подобия это явилось таким предвестником идеи гомеопатической медицины. Працельс занимается лечением ревматизма и обдумывая, и анализируя все, что происходит с пациентами, ну, пришла в голову мысль, что, вернее, это наблюдение, что чаще всего ревматизм заболевает в сырую холодную погоду, и тогда бывает обострение, и тогда бывает дебют заболевания. Он обратил внимание, что Ива, которая стоит в воде, в холод и не в холод, совершенно себя там прекрасно чувствует. Тогда он приготовил вытяжку из коры Ивы и стал этим отваром поить больных ревматизмом, и в этом преуспел. Через какое-то время вытяжку из коры Ивы исследовали ученые, потом ее синтезировали, и мы его, этот препарат, знаем, как ацетилсалициловая кислота, аспирин. Названы они были салицилатами, потому что родовое название Ивы, латинское, салекс. Используется оно до сих пор. И надо сказать, до сих пор точно непонятны механизм действия этого препарата. Понятно, на что он действует, понятно, что это противовоспалительный, но механизм до сих пор неизвестен. Принцип подобия мы видим и в древней восточной медицине. Как он там реализовывается? Для лечения костной системы китайская медицина использовала корни растений. Для лечения мышечных заболеваний ствол растений, для лечения сосудов ветви растений, для кожи кору растений, для плотных органов они используют плоды растений, а для органов чувств они используют цветы. И это сохраняется, естественно, до сих пор. Восточная китайская медицина, она мало изменилась в самых древних временах. И в древних индийских трактатах, о которых сейчас очень много идет информация о том, насколько там ценные содержатся знания, там тоже упоминалось именно принцип малых доз и принцип подобия. Например, они писали, что яд является лекарством от яда. Это тоже тысячелетие этому постулату. Однако, 200 лет назад, после пара церкви, рождается Самуил Ганнман. И именно ему удалось окончательно осознать и сформулировать все основные законы в гомеопатии. Конечно, его заслуженно считают отцом гомеопатической медицины. Это именно он впервые сформулировал законы гомеопатии. Те самые три закона, на которых держится гомеопатия по сегодняшний день. Что еще? Какова еще заслуга Ганнамана? Он описал множество лекарственных средств. Он создал первый справочник лекарственных гомеопатических средств в материю медика. Он создал первый реперторий. Это те самые симптомы, по которым мы ищем препарат. Он провел испытания многих препаратов и выдвинул теорию миазмов и понятие гомеопатической конституции. Этих аспектов мы коснемся очень поверхностно, чтобы вы понимали вообще всю систему. Мы не будем углубляться в эти законы, но основные положения мы, конечно, обязательно сегодня обсудим. Основное, почему вообще врачи так бились над разными методами, но лечили бы там и лечили. Была одна проблема. Симптомы лечатся хорошо. Заболевания очень плохо. И все пытаются воздействовать на корень болезни, и все пытаются именно излечить, а не подавить симптомы и не убрать симптомы. В этом, в общем-то, камень краеугольный в медицине. Гомеопатию до конца невозможно понять, не познакомившись хотя бы приблизительно с жизнью Ганнемана. Что он сделал? От малозначимого для любого другого врача или ученого клинического наблюдения он создал стройную систему, великолепную разработанную теорию. Базируется эта теория на естественных законах. От грубых материальных доз Ганнеман пришел к малым, а потом к минимальным. От частых приемов он пришел к редким, потом к одному единственному. Потом ему пришла идея, что можно вообще единственную дозу, малую дозу еще разводить и принимать в разведенном состоянии. Собственно, вся жизнь его была посвящена именно этому. Родился Ганнеман в городе Мэйсенник, Саксонии, 10 апреля первым из 10 детей из небогатой семьи живописца по фарфору. С малых лет, обучаясь в школе, он показывал недюжинные способности. Это был очень способный мальчик, очень интересующийся, очень любознательный. Особенно его увлекали медицина и иностранные языки, в том числе античные. Отец Самуила несколько раз пытался ребенка забрать из школы, потому что многодетная семья, старший сын, и он, конечно, хотел, чтобы он занимался более материальным делом и помогал семье. Видимо, в то время, а может быть, именно Ганнеману повезло с директором школы и лоис с педагогами. Директор школы лично сам снижал плату за обучение, чтобы его не забрали и дали учиться. Потом вообще отменил плату за обучение. И таким образом Ганнеман смог закончить школу. И закончил он ее, здравствуйте, и закончил он ее, конечно же, блестяще. К моменту окончания школы Ганнеман знал несколько иностранных языков, он знал несколько античных языков, а выпускное сочинение озаглавил об удивительном строении человеческой руки. Тот, кто работает в медицине, наверняка знает, что человеческая рука — это очень сложный орган, и что целый кафедр занимается только одной кистью. Вот молодой Ганнеман, выпускник школы, пишет такое сочинение и такую делает работу. Ганнеман поступает, естественно, на медицинский факультет Летицинского университета. Там он продолжает также активно учиться. Он просто поражает своих профессоров, преподавателей, своими способностями и интересом. А также его идеи были очень интересны, но немножечко шли в разрез общепринятым. И в 24 года Ганнеман защищает диссертацию о судорожных состояниях одновременно с окончанием университета и тут же он начинает врачебную практику. Практикует он несколько лет. У него обширная практика, у него очень хорошее излечение, которыми он сам абсолютно не доволен. Он полностью разочарывается в медицине того времени. И практически он оставляет медицину. И дабы прокормить свою семью, он начинает заниматься научными переводами. Переводит он в основном медицинскую литературу. Читая античные книги, его особенно заинтересовал метод подобия, выдвинутый Гиппократом. Он не пошел по пути Галена, так как он видел, что это путь, это путь борьбы с симптомами. Поэтому он повернулся к другому пути. Подобное лечится подобным. То есть если бы Гален начал с этого принципа, то гомеопатия, наверное, появилась бы на Земле на полторы тысячи лет раньше. Но он пошел по другому пути. А два пути, наверное, ну мало кто мог это все осилить. И что начинает делать Ганеман? Он начинает пытаться лечить по этому принципу. То есть еще и даже не лечить. Он исследует это. А исследует он это на членах своей семьи. К тому моменту он уже женат. У него пятеро детей. И он исследует все на себе и на пятерых своих детях. Сначала их было меньше, потом они рождались еще. И все участвовали в испытаниях. Это в основном это была, конечно же, токсикология. Он принимал препараты. Там были и яды. И он получал симптомы. И этими же препаратами он пытался лечить болезни. Конечно, его не устраивал токсический эффект. Он был серьезный. Тогда он стал изучать токсикологию по книгам. И стал испытывать какие-то другие лекарства и препараты. И в 1790 году Ганнеман взялся за перевод научной книги знаменитого шотландского фармаколога Кулина «Лекарствоведение», в котором он описывал действия хинной коры. В то время малярия была нередким заболеванием и ее лечили именно хиной травой. Сам Ганнеман по своему складу он всегда очень критически относился к научным статьям. И все переводы, которые он делал, они все из ширины с его собственными критическими заметками. Он переводил и в то же время он обрабатывал все это в своей голове, с чем-то соглашался, с чем-то. Нет, так же получилось с этой статьей о действии хины. И в этой статье Ганнеман натолкнулся на ничем не доказанное утверждение автора о том, что лечебное действие хинной коры якобы связано с возбуждающим действием на желудок. Он решил это проэкспериментировать. Он всегда был верен девизу «Живи своим умом, не верь себе, все проверяй», критически относился. И он решил проверить это утверждение Кулина с гениальной непосредственностью. Он провел испытание лекарства, как это вот ему нравилось, на себе. И стал принимать очень большие дозы хины внутрь и описывать все, что с ним происходит. Все, что происходило в ходе эксперимента, он записывал. И дальше он это все опубликовал в работе «Закон исцеления». И что же получилось? В результате эксперимента Ганнеман, который был абсолютно здоров, при применении хины он вдруг понял, что его организм реагирует определенными симптомами, и что эти симптомы точно соответствуют симптомам малярии. Абсолютно точно. Та же лихорадка периодическая, тоже состояние. И что еще больше его поразило, что состояние сознания тоже меняется. И оно меняется так же, как оно меняется у больных малярией. И это хины, корки, гомеопатии, это приблизительно как яблоко физики и закон притяжения Ньютона. Это была, так сказать, та самая точка, когда все легло в одну систему и когда очень активно пошло развитие уже гомеопатии. Ганнеман назвал это состояние как искусственная болезнь, которую сам себе принес. И после этого открытия он написал, что болезнь есть реакция всего организма. Если человек болеет малярией, это не просто циркуляция малярийных плазмодий в его крови, это болен весь организм полностью. И это то, что сейчас для нас очень важно. Когда мы это понимаем, все остальное, что с нами происходит в болезни и что происходит при лечении болезни, становится совершенно понятно, как это работает. он продолжает свои исследования, он продолжает активно принимать всевозможные препараты и сравнивает действия препарата с действиями с болезнями. Если мы примем мошьян, то у нас будет вот это, вот это, вот это. И возникает вопрос, а какая болезнь соответствует в этой картине. И таким образом Ганнеман потихонечку-потихонечку осознал и описал очень-очень много вот этих состояний, что какой препарат будет подобен болезни, какой-то определенность, диагнозом, либо это без диагноза, либо это состояние общее человека. И он начинает лечить только так. Он возвращается в медицину, у него появилась новая перспектива, и он начинает активно, очень активно все это изучать. И в 1819 году выходит книга «Чистое лекарствоведение» в шести больших томах. В этих шести больших томах описаны уже патогенезы препаратов. Что такое испытание? Что такое вообще испытание гомеопатического препарата? Вот посмотрите, как выглядит дерево химии. Никогда не знал, что он так и такое. В это время, приближительно в этот промежуток времени Данеман уже совершенно четко формулирует свой первый закон подобия. Использование малых доз такого лекарства, которое в больших дозах может вызывать симптомы, подобные симптомам болезни данного пациента. То есть это тот самый закон первый и, наверное, он основной и, наверное, о нем больше всего известный, который лежит в основе гомеопатии. Что такое вообще испытание препарата? Через испытание препарата прошли все из нас абсолютно. Когда мы режем лук, мы получаем что? Мы получаем слезотечение, мы получаем из носа у нас льется раздражающая вода. А теперь вспомните, как проявляется поленос, синая лихорадка. Это слезотечение, красные глаза, течение из носа может быть заложенность и именно такие симптомы прекрасно лечит гомеопатическое алиумцепо. Это наш лук. Точно так же, если мы выпьем 10 чашек кофе, мы тоже получим определенное состояние, которое отлично абсолютно от вашего нормального. Это может быть и сердцебиение, это невозможность уснуть, это сильное возбуждение. И в ситуации, когда человек очень возбужден, когда он не может уснуть, когда у него роятся мы прекрасно используем кофею, это гомеопатический препарат из обычного кофе, приготовленный определенным образом. И он очень хорошо в этой ситуации работает. Или если вы когда-нибудь, наверное, все через это прошли, особенно в детстве, затянулись впервые сигареты, а если вы затянулись побольше, то вы получаете тоже очень интересное состояние с попреднением, изделенением кожных покровов, покрывается это все потом, сильнейшее головокружение, дурнота, и все эти симптомы абсолютно схожи с симптомом морской болезни. И при лечении морской, это даже не лечение, это помощь в этой ситуации, мы прекрасно используем табаку, в том числе есть еще несколько препаратов. И тот же препарат табаку очень хорошо и часто помогает при головокружениях и состояниях, которые связаны с этим головокружением, вот такая вот дурнота бывает. Вот эти испытания в гомеопатии, вы будете слышать этот термин, называется прувингами, что значит испытание препарата. И таким образом испытываются все лекарственные препараты гомеопатические. прувинг, это называется прувинг, да, в литературе гомеопатической вы этот термин будете встречать, это всего лишь испытание препарата. И подробное описание этого испытания. Следующее открытие, которое стало важным, это открытие закон малых доз. Поскольку лекарственные вещества были токсичные, приходилось потихонечку разбавлять. Все ниже концентрация была вещества. И что удивительно, эффект и лечебная сила с уменьшением дозы была все лучше, лучше и лучше. Это касается при лечении именно подобного подобного. Потом каким-то образом снизошло на ганемана он стал встряхивать. Разводя препарат, он стал его встряхивать от пробирки к пробирке. И он понял, что лекарственная сила значительно увеличивалась. Немножечко совсем я хочу коснуться того, что такое разведение, что такое потенцирование и как вообще делаются гомеопатические препараты, чтобы это тоже было понятно. Существует несколько шкал разведений, десятичная, сотенная шкала, тысячная шкала ЛМ. Чем они друг от друга отличаются? Десятичная шкала разведения, когда берут один миллилитр или одну часть исходного вещества, того же табаку мы положим, и добавляют девять частей воды. все это встряхивают, и мы получаем первое десятичное разведение. Затем из этого разведения берется один миллилитр и мы получаем 9 миллилитров воды, и мы получаем второе десятичное разведение. И так дальше, дальше, дальше. В гомеопатии мы сейчас очень редко используем десятичные разведения, мы используем в большей степени сотенные. сотенные тоже начинаем с шестой сотины, двенадцатой, тридцатой и так далее. Как делаются препараты сотенов разведения? Берется один миллилитр вещества и берется 99 миллилитров воды. Встряхивается это первое сотенное разведение. Берется один миллилитр раствора, добавляется 99 миллилитров воды, встряхивается, это второе сотенное. Мы, как правило, начинаем с шестого и то это определенные случаи. Чаще всего это 30-е, мы рекомендуем это разведение. Вы понимаете, сколько раз надо развести вещество, чтобы мы получили это 30-е разведение. И сколько надо раз развести это вещество и встряхнуть, динамизировать, чтобы получить 200-е разведение. Это очень большое разведение. Вот этот процесс серийного встряхивания называется в гомеопатии потенцированием. Считается, что в момент потенцирования высвобождается некая энергия, которая усиливает действие препарата. И считается, что ее считывает эту энергию, считывает вода, молекулы воды. Также совершенно известный факт, что в 12 сотенном разведении, в С12, в воде не существует уже ни одной молекулы исходного вещества. Ее просто не существует по закону химическому. Есть такой закон Авагадра. Здесь стоит сделать, кто особенно хорошо знает химию, оговорку, что вообще-то число Авагадра, и эта константа, она была вычислена для газа, а не для жидкости. Но пропорции где-то такие же. В С12 мы уже не найдем ни одной молекулы вещества. Что же мы там вообще найдем? Вы имеете в виду вот эти потенции? Это все его. Это уже когда стали исследовать, а потом, да, да, и стали говорить о том, что ну а как, а не одного, ведь молекулы уже здесь нет. Ну, уже ближе, когда был закон этот открыт, но он тоже уже давно этот закон открыт, безусловно. С, Д, М, это... Д, десятичное. А, Д, десятичное. Для сотенных С, для тысячных М. Тысячные, соответственно, делаются на 1 мл вещества и 999 мл воды. Это первое тысячное разведение. И так далее. Его разводят, разводят, разводят. Хотя эти аббревиатуры СМ, это же во всем мире, да, используются? Да, да. А в каких основах? Да, да, это нам говорит только о том, по какой шкале делали этот препарат. Насколько этот препарат разведен и потенцирован, в каких пропорциях. Самое удивительное, что чем выше потенция, тем глубже он работает, препарат. Понимаете, это несколько парадоксально, когда мы начинаем только это изучать, это кажется, ну и как. Ну, а вот так. А можно спросить, что у нас сейчас выпускают эти препараты, выпускают помышленные, вот, и их там как-то прям... Их трясут. Есть специальное оборудование. Вот. Есть оборудование для маленьких аптек, когда вручную, якобы вручную делать. Но это, знаете, вот такая вот толстая каучуковая подставка. И некий, ну это не пресс, некий ударный механизм туда наливают, и он вот так трясет его. Он протряс, его надо взять и оттуда развести еще раз. И вот таким образом. Сейчас, конечно же, в больших промышленных масштабах это делается, есть оборудование. Безусловно. И вот таким образом они его делают. То это все равно... Это аппарат, но мы же уверены, что он есть, и нет, потому что все как-то налажено. То есть, я представила, что, в общем, эти препараты, их не надо не проверить. Ну, это сейчас уже их можно проверить, действительно, да. Но раньше мы проверяли, только есть эффект, нет эффекта. Потому что, собственно, как они делают? Они сделали этот раствор. А дальше что? Мы же говорим, это все в растворе. Берут эту самую крупку, это сахар, это молочный сахар, и ее поливают этим раствором. А молочный сахар имеет такую пористую структуру, которая впитывает хорошо, а крупка высыхает, и вот вам этот препарат. Все гомеопатические препараты обязательно делают на воде. И мы к этому вернемся, и мы еще об этом поговорим. То есть, вот эта энергия, как и в воде, она как сахар запоминает? Вода запоминает, и эту воду наносят на сахар. И сахар ее... Сахар как носитель. Он носитель. Носителем может что угодно. Вы можете удобнее купить коробочку препарата. Гораздо сложнее этого с бутылочками с водой, где информация долго не хранится. А в этих молочном сахаре она хорошо хранится. По поводу того, годности этих препаратов, она может быть... Каждая аптека должна написать срок годности. Вот они пишут. Кто-то 3 года пишет, кто-то пишет 5 лет. На самом деле, они могут храниться, если их хранить правильно, десятилетиями. Я вспоминаю репортаж, который прошел лет 5 или 6 назад, когда в Прибалтике, по-моему, в Литве, вели какие-то раскопки в каком-то старинном подвале старинного замка, нашли матричные растворы гомеопатических препаратов. То есть это те самые растворы, которые мы бы назвали 1М, ой, 1Д. Вытяжки из лекарств, которых дальше делают гомеопатические, разводят дальше сколько надо препарат. Они были в прекрасном состоянии, они были в рабочем состоянии. И, по-моему, какие-то гомеопатические аптеки этим воспользовались, кому-то повезло. Да, для того, чтобы этот матричный раствор сохранить, его делают в воде, а потом добавляют спирт. Его не потенцируют со спиртом, потенцируют с водой. Чтобы сохранить. Да, чтобы сохранить. Хранят их обязательно в темной посуде, обязательно в деревянных шкафах и как можно дальше от компьютеров наших, микроволновок. Потому что при всей устойчивости, так, гомеопатические препараты очень устойчивы, но при всей этой устойчивости холодильники за 7 дней, они полностью, полностью портятся. Они ломаются, скажем так. Так, это тоже сейчас есть метод, который используют, который писали наши питерские ученые, Новосадюк, обычным световым микроскопом можно проверить, пустая это горошина или не пустая, и можно понять, какой потенцией это горошина. Даже мази или кто-то это горошина? Даже мази, конечно. Мази не стоит стоять. А присутствие перепада температуры летом, если летом? Ну вот в жаре, наверное, все-таки, если это в растворе, да, мы часто назначаем в растворах препараты. А если просто вот крупенчики лежат в бомбе, какие-то в аптечке? В аптечке ничего с ними не будет. Главное, чтобы они были без света, закрыты, фольгированы. Потом многие делают фольгированные упаковки сейчас в аптеке, фольга хорошо защищает препараты, и они могут храниться очень долго. Можно спросить, вот у меня эти горошки, гомеопатическая аптечка, такой запакованный фольгей, лежали в машине, там была высокая температура, они нагрелись, и немножко подсыпались. То есть, как бы ничего страшного, да? Я думаю, что ничего страшного. А еще вопрос, а вот мази в холодильник не кладут? Не кладут. Просто мне кажется, когда покупала, мне дали ее холодную, я забыла спросить, потом думала, что с ним делать. Тут еще опять же, знаете как, гомеопатические мази, все зависит от того, чаще всего в мазях-то используют не сотенные, а десятичные потенции, там 2D, 3D, то есть там фактически просто хорошо, несколько разведенное есть активное вещество. И в общем, для гомеопата гомеопатический препарат все-таки считается, начиная с 12С, тогда вот те самые гомеопатические, где нет совершенно молекул самого вещества. А там получается точно так же, как настойки гомеопатические. 1D, 2D, это те же настойки, галеновские, но только разведенные. И там я не думаю, что там мы сильно уже, да, теряли что-то в том же холодильнике. Так, мы с вами остановились на использовании малых доз в первом законе, который Ганнеман вывел. 2D, 2D, где же мне, это мы с вами тоже все. Что такое, мы с вами закончили на самом деле на прувинге, потом мы с вами отвлеклись. Что делают с этим прувингом? Вот его провели, его записали и дальше его вносят в материю медика. Материя медика, это подробное описание всех препаратов на них, как это выглядит. Например, та же наша Арника, которую все знают и любят. Что написано в материи медики? Латинское название написано, написано, из чего она сделана, произведена, на какие все-таки в большей степени влияют органы и системы. И дальше идет описание подробное. Как Арника действует на травмы, как Арника действует на желудочно-кишечный травм, как Арника действует на дыхательную систему, как она воздействует на психике. То есть все те состояния, при котором Арника будет показана. Это материя медика. Еще у нас есть реперторий. Как родился реперторий? Материя медик становилась больше, больше и больше. И стало сложно, во-первых, запомнить, сейчас-то это вообще нереально запомнить, материя медика всех препаратов. И было сложно искать, где вот этот симптом, в описании какого препарата врач увидел. Тогда пошли от обратного. Брали симптом, например, симптом покраснения глаз. И писали, в каких препаратах этот симптом находится. То есть это практически, материя реперторий, это вывернутая наизнанку материя медика. Это поисковик по запросу. Интернет только в бумажном виде? Да. Только в бумажном виде интернет. Реперторий. С чем мы еще пользуемся? Ну, пожалуй, это самые основные наши инструменты, над которыми мы работаем. Симптомов в материи медика в описании препарата очень много. И еще, чем стали пользоваться гомеопаты, это выделение ключевых симптомов или очень редких симптомов, которые есть у каждого препарата. И по ключам мы можем гораздо быстрее найти препарат. В репертории это тоже отражено. Все значимые симптомы, они выделены, не симптомы, а препараты для этого симптома, выделены разным шрифтом, жирностью. И вот самый жирный, это в первую очередь препараты, которые мы будем смотреть там при покраснении глаз. Вы получите список препаратов гомеопатических напротив этого симптома и увидите, что там есть шрифт жирный, есть курсив, есть просто шрифт. И в некоторых реперториях еще это выглядит так, пишут цифру. Четвертая степень достоверности, третья, вторая, в каких-то реперториях три степени, в каких-то четыре. Вот в реперториях гомеопатии самое значимое, это чем выше степень, четвертая, третья, это очень значимый препарат при этом симптоме. Там, например, у Фразии будет стоять либо жирным шрифтом, либо в других реперториях это будет в четвертой степени или в третьей. В первую очередь мы будем, конечно, смотреть эти препараты. Реперторий есть много, каждый имеет свои особенности, но для использования в домашней ситуации чаще всего мы пользуемся каким образом и рекомендуем. Есть аптечка, острые ситуации, 120 препаратов, 100 у кого-то 120, но это вот основные препараты, которые мы будем с вами изучать. И вот эти 120 препаратов и их симптомы, это очень легко ориентироваться, просто рассматривая сам препарат и рассматривая симптомы. Не всегда нужны репертории при острых ситуациях. Те, кто будет углубляться в эту тему, реперторий будет обязательной. Сейчас, на сегодняшний день, конечно, самые эффективные репертории это компьютерная реперторизация. Их много, хотя нет, их не очень много. Самый хороший реперторий, самый обширный, макреперторий и референсворк, он только на английском языке существует. Там собраны все материи медики, там собраны и проанализированы все репертории и провинги. Но вы знаете, это вот совсем для, кто узко специализируется в гомеопатии, потому что и цена его там, тысячи долларов этот реперторий стоит, да, эта программа, вернее, стоит. Очень хорошая программа Комплит, она европейская, ее создали голландцы, да. Она более доступна, существенно доступнее. И если кто-то вот будет углубляться дальше, я вам рекомендую именно ее. Там тоже очень большой объем препаратов. Она есть в русской версии, эта программа. И очень хорошая. Но на первых порах, вот те, кто хотел бы помогать своим близким, вот на уровне острых случаев, вам будет достаточно знать вот эти препараты. Потом, когда появится необходимость или потребность, или желание, это все развивать можно до бесконечности. Что же стало в... Так, про Ганемана мы ведь и не закончили. Хочется сказать еще об одном огромном труде Ганемана. Это органом врачебного искусства. Органом выпускался, издавался при жизни Ганемана в пяти изданиях, переиздавался. От издания к изданию, естественно, были что-то пересмотрено, что-то уточнено, что-то, может быть, вообще изменено. И при жизни Ганеман написал и начал, и отредактировал уже шестое издание своего органона. Выпустить он его не успел, он скончался. Его уже выпустили через 70 лет после смерти Ганемана. И в основном переводы из пятого и шестого органона у нас есть, и мы именно этим пользуемся. Что такое органон врачебного искусства? Органон врачебного искусства – это фактически свод правил гомеопата, свод законов гомеопатического лечения. Если его читать, то становится все очень хорошо, ясно и понятно. И отпадают все вопросы и споры по поводу того, надо лечить комплексными препаратами или нет, надо давать несколько крупинок или несколько наименований или нет. Все там прописано четко и ясно. Пользоваться надо одним препаратом на одно состояние. Если высокая температура, положим, с жаром сухим, мы даем аконит. Если нормализуется ситуация, мы ничего не даем. А если потом жар переходит, например, влажный жал, тогда мы дадим беладону. Есть ситуация, есть симптомы и есть препарат к этому симптому. Это касается острых случаев. Опять же я оговариваюсь, мы с вами будем говорить только об острых случаях. Если мы пытаемся помочь гомеопатическим методам, мы должны быть на связи с человеком, который в этот момент болеет. Потому что симптомы меняются. И если я назначила аконит, это не значит, что его надо пить три дня. Его надо принимать до того момента, пока симптомы, покрывающие аконитом, не уйдут. Они ушли, и все. Либо дальше человек выходит из этого состояния, либо мы другой препарат даем. Но, как вы понимаете, помеопатическая медицина, она, конечно, была гонима. Конечно, было очень много противодействий. И Ганнеману вместе со своей семьей приходилось очень много переезжать, буквально убегать. Но он совершенно не оставил эту идею. Он был настолько уверен в своей этой идее, что он не остановился. И продолжал свои работы. После 40 лет супружеской жизни, счастливой жизни, надо сказать, умирает его жена. И пропадает без вести его единственный сын. А четыре дочери выходят замуж. И, собственно, в Ганнеман остается один. Ганнеман остается у нас один. И встречает в своей жизни женщину, молодую, Мелани де Эрли. Французенку, которая была существенно моложе Ганнемана, которая была заинтересована во всяких исследованиях. Она изучала медицину, она изучала гомеопатию, естествознание. Ганнеман делает ей предложение, она его принимает. И они уезжают во Францию. С одной стороны, он уезжает со своей супругой на ее родину. А с другой стороны, во Франции было гораздо более лояльное отношение к гомеопатии. Ему дают позволение заниматься совершенно свободно гомеопатией. Собственно, что он и делает. Умирает Ганнеман в возрасте 88 лет. Оставляет после себя очень много учеников и последователей. Умирает он в известности. И на его могиле он просит, на его памятнике, он просит сделать надпись. Есть два сокровища в жизни. Совершенное здоровье и безупречная совесть. Гомеопатия дает первое, а любовь к Богу и ближним дает второе. В общем-то, наверное, в этом изречении весь Ганнеман. Но его ученики сказали, что этого недостаточно. Они еще приписали, что здесь покоят. Сейчас я дословно не скажу. Человек, который много сделал для человечества. И как-то вот таким образом они себя тоже отметили. Могила находится в Париже. До сих пор на могиле больше всего цветов. Когда бы туда не пришли. Не в день рождения Гатемана, а просто ежедневно ему несут благодарные пациенты и благодарные врачи цветы. Это очень значимый в медицине, а тем более в гомеопатии человек. Настолько значимый, что, пожалуй, я даже не знаю в лопатической медицине, кто столько сделал, сколько сделал Ганнеман в гомеопатической. Что самое главное, что он сделал? Главное, что он дал вот эту базу, которую можно развивать пеками. Он не ограничился какими-то четкими рекомендациями на тот или на другой случай болезни. Известно, что, например, Ганнеман практически не описал и не издал ни одного случая излечения своих пациентов, которых у него, естественно, было много. Как он это объяснял? Он говорил о том, что если я напишу, что я бы лечил бронхиальную астму у пациента натриемуреатиком, значит, все остальные будут эту бронхиальную астму лечить натриемуреатиком. Так устроены люди. Ганнеман всегда говорил, что не надо лечить только те симптомы, которые вы видите. Надо лечить человека и проявление болезни у конкретного человека. Мы не лечим диагнозы, мы лечим болезни у конкретного человека, как они проявляются. Эту основу он нам оставил, эту основу подхватили и развивали очень известные и умные люди. Один из них это Константин Геринг, который очень интересно попал в Ганнеману. Он ученый, из австрийского университета, талантливый ученый. И его фактически, дабы развенчать то, что говорил Ганнеман, его отправили изучить гомеопатию у Ганнемана, понять, в чем там уловки и развенчать. Его командировали, ему полностью оплатили его командировку. И что случилось? Он стал изучать, действительно, он был действительно ученым, он был ученым честным. И он, очень много критических статей он до этого написал по поводу гомеопатии. И он стал ее активно изучать. И он понял, что что-то в этом есть, конечно. Он увлекся, Геринг. И через некоторое время, как это часто бывает в гомеопатии, люди, которые туда приходят, у него случилось воспаление руки. Причем очень сильное воспаление руки. Он, естественно, лечился их, лечил его, и разговор стоял об ампутации. И вот тогда он пришел к Ганнеману и сказал, что вот, давайте. Случай был успешным. Он вылечился, излечился абсолютно. И тогда, конечно, его энергия была направлена уже не на разоблачение, а на изучение гомеопатии. Это, понятное дело, не понравилось людям, тем, кто его отправил. Его каким-то образом притесняли. И притесняли до такой степени, что он был вынужден уехать в Америку. И вот в Америке ветвь гомеопатии пошла от Геринга. И поскольку Геринг в жизни Ганнемана появился уже ближе к старости, уже были, все идеи были уже описаны, и все законы уже были известны, и Ганнеман уже начал применять очень высокие дозы, дошел до вот этих тысячных доз, то в Америке исторически гомеопатия в основном высоких доз. И они там их более активно применяют и более активно используют. Почему мы говорим сегодня именно о Геринге, а не о каких-то других гомеопатах? Потому что Геринг сформулировал, выдвинул универсальные законы за течение выздоровления. Закон выздоровления. Причем этот закон касается не только гомеопатической медицины, это закон, который касается всей медицины. Как люди выздоравливают? Исцеление по Герингу. Исцеление можно ожидать тогда, когда болезненные симптомы идут либо в определенном направлении, например, изнутри к наружу, либо сверху вниз, либо от позднее возникших к начальных, и изнутри к наружу, сверху вниз, от позднее возникших к начальных. То, что касается кожи, мы еще добавляем, что это должно быть в пределах одной системы или в пределах органов одного зародышевого листа. Что это значит? Вот здесь мы остановимся побольше, потому что это имеет очень большое практическое значение при лечении острых состояний. Изнутри к наружу. Или мы можем сказать от более важных органов к менее важных органам. Например, если у человека панкреатит. Панкреатит – это воспаление желудочной железы. Всегда протекает тяжело. Очень прогностически может быть тяжелым заболеванием, если не лечить его. И очень быстро развивается. Если мы подбираем к этому состоянию препарат гомеопатический или негомеопатический, это не имеет особого значения, даем человеку, если этот препарат подошел, все симптомы со стороны поджелудочной железы уменьшаются, либо сходят на нет, но у человека появляется язва желудка. Как это можно трактовать и что с этим делать? Поджелудочная железа, она по своей иерархии более важна для организма. Это первое. Это паренхематозный орган, который активно участвует в переработке всего, да, в пищеварении в том числе. Что такое язва желудка? Язва желудка – это язва на слизистой желудке. То есть поджелудочная железа – это более глубокий уровень. И болезнь ушла с более глубокого, более значимого органа на менее значимый. И что должен сказать человек или врач? Это отлично, что мы получили сейчас язву желудка. Мы пошли в направлении излечения. Вот если мы лечим язву желудка любым способом и гомеопатическим, мы ее прекрасно залечили, там все прекрасно, но мы получили панкреатит, вот это не лечение, это усугубление ситуации. Очень яркий пример, наверное, он самый, чаще всего мы его встречаем, это кожные проявления. Начиная с малюсеньких деток, у которых диатезы сплошь и рядом, которые дают аллергии сплошь и рядом, лечим как? Лечит мазями, лечит антигистаминами, а если это гормональные мази, то лечится вообще кожа прекрасно. После такого лечения мы получаем обструктивные бронхиты, а потом мы получаем астму. Если мы хорошо опросим человека с астмой, то 90% было залечено, была залечена кожа. И вот это движение заболевания, его называют антигеринг. И если вы лечите кожу, вы понимаете, что все отлично, даже гомеопатически, не применяя гормональные мази. И после того, как вы излечили кожу, ребенок закашлял и получил бронхит, вы усугубили состояние человека. Вы загнали болезнь на более глубокий уровень, и вы получите гораздо больше проблем. Это вот по герингу. Что такое сверху вниз? Если у вас, предположим, то есть смотрите, сверху вниз желудок, он же выше, чем поджелудочная железа, правда? То есть казалось бы, если мы вылечили язву желудка, но получили панкреатит, это же сверху вниз. Казалось бы, вот здесь очень важно не перепутать. Желудок, слизистая желудка и сама поджелудочная железа, они из разных зародышевых листков происходят. И в иерархии поджелудочная железа, конечно же, важнее для организма, чем слизистая желудка. Сверху вниз это касается, пожалуй, только кожи. Вот я еще не знаю других. Еще может, да, еще суставов, совершенно верно. Вот, и здесь мы говорим, в пределах одного зародышевого листка. Если это происходит в этих пределах, то сверху вниз это хорошее. И очень яркий пример кожи. Кожи, если мы на коже имеем, на лице сыпь, которую прекрасно там вылечили, но она появилась на груди, все обсыпало ребенка, зато лицо чистое. Это хороший результат. Это то, что не надо трогать. И зачастую мы просто наблюдаем, потому что, когда идет вот это вот течение заболевания к выздоровлению, это так и происходит. Ушло с кожи лица, появилось на коже туловище, потом это само уходит еще ниже. Оно уйдет на ноги, оно уйдет на стопы. Есть единственное исключение, это касается рук. Значит, в иерархии рук, кожа предплечья, она важнее, чем кожа кисти. Поэтому, когда из кисти уходит на предплечье, это правильно, это единственное, наверное, исключение. Это идет правильное движение, это по Герингу. На плечо не должно быть. Плечо и вниз. Иногда бывает, плечо, предплечье, кисть вот так вот вместе уходит. Иногда бывает, сначала уходит, сначала уходит с кисти, но появляется на предплечье. Вот это не стоит пугаться. Это сверху вниз. И не надо торопиться давать повторно препарат. Надо за этим смотреть. Но эти состояния, это хронически, это будет лечить врач-гомеопат, который помимо острых состояний знает еще вот эти вот течения. Но все те, кто лечится гомеопатией, хронически, они должны это знать, чтобы не паниковать. Они должны понимать, что с ними происходит. И движение от позднее возникших к начальному. Например, мы... Нет, если, например, человек... Это все касается хронических заболеваний. Если человек, предположим, пришел, и его беспокоят проблемы сердца, и он пришел с этими проблемами, ему подобран препарат, и есть улучшение, но через неделю, к примеру, у него начинается воспаление желчного пузыря. Так вот, если раньше, когда-либо, до возникновения проблем с сердцем, был этот желчный пузырь, это тоже верит. И скорее всего, вот лечение этого желчного пузыря путем подавления привело к проблеме сердца. Понимаете как? То есть те самые подавления, которые мы осуществили, там, намазать гормонами кожу, мы опять же, мы будем видеть еще и это течение. То есть ребенок, который у вас задыхается в бротхиальной астме, если у него приступы уменьшаются, но мы видим активный бронхит с выделением слизи и прочее, но нет обструкции. И точно, абсолютно точно, вам родители скажут, что да, до астмы он болел этими бронхитами, это правильное течение выздоровления. И если после этого бронхита он покроется коркой, то это ужасно выглядит, это очень тяжело переносить, потому что это болезнь. Это болезненно. И для ребенка, и, конечно, для всей семьи. Но это правильное течение выздоровления. Мы можем только палеотивно этому как-то помогать, дабы не было таких вот сильных, мучительных состояний. Но даже врачи-гомеопаты, которые все это знают, когда они видят вот эти корки у своих детей или у себя, начинается паника. Понятно, да? Это правда тяжело, когда ребенок ночью не спит, зудит, когда его надо там примочки эти делать, то холодным оборочить, то еще чего-то. Чем больше вы загнали болезнь внутрь, чем больше и сильнее человек болеет, тем более выражены будут вот эти вот высыпания. Вот когда пройдет кожа, тогда мы будем считать, что да, мы справились. Бывает так, что не справляется, ну, предположим, эта кожа будет периодически возникать. То получше, то похоже, то вообще исчезнет. Но идут приступы, уйдет бронхит, уйдет бронхиальная астма. К этому надо относиться очень спокойно. Что делает организм? Он же не дурак. Организм пытается открыть дренажи, так или иначе. Какие дренажи вообще существуют у человека? Через кожу, через мочевыделительную систему, через желудочно-кишечный тракт. И когда на гомеопатическом лечении мы видим вдруг частые мочеиспускания, поносы, те же высыпания, мы говорим, это очень хорошо. И в итоге такое мнение, что когда человек приходит с тяжелым заболеванием, я так думаю, хронические заболевания не все тяжелые, но есть, конечно, совсем сложные заболевания, такие как онкология и прочее. Но в принципе, любое хроническое состояние организма – это тяжелое состояние для организма. Когда человек приходит вот с таким тяжелым заболеванием, он должен быть готов к какому-то времени лечения, дабы получить это хроническое заболевание, он прошел очень большой путь, начиная от замазанного диатеза в детстве и заканчивая вот тем самым каким-нибудь состоянием сердца. когда человек лечится, он должен этот путь обратно пройти. И когда мне рассказывают, что какая волшебная крупинка человек принял и у него прошло все, вот поверьте, так не бывает. Прошел этот симптом, все, с которым он пришел. Возможно, он был самый сложный. А еще чаще бывает, люди действительно приходят с тем, что их очень сильно беспокоит. Они от этого избавляются. а потом они понимают, что это не единственная проблема в их здоровье. И вот тогда начинается выяснять, что там еще и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Это не то, что появилось сейчас. Это мы отматываем вот ту самую дорогу. Сейчас очень активно и много говорят о воздействии прививок. Там есть очень, конечно, большая проблема с этим всем. И одна из проблем считается, что в возникновении аутизма большой процент это прививки. Во-первых, очень тяжелый график прививок. До года их там надо сделать маленькому ребенку. Надо сделать сколько? Очень много. Если считать все вакцинации и ревакцинации, и считать, что каждая прививка содержит в себе 4-5 компонентов, то есть получается, по-моему, 18 прививок до года вы должны колоть своему ребенку. И вот такой график, да, не каждый организм выдерживает. И может действительно дойти до блокировки каких-то мозговых центров и возникновения аутизма. голландский врач-гомеопат Тимус Смит очень много этим занимался и предложил один из гомеопатических методов из апатию использовать как лечение аутизма, который возник на фоне каких-то токсических прививок. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что на этом примере очень четко видно, как работает вот этот ретроспективно гомеопатия, как она ретроспективно все болезни проходят и все органы свои. Если это действительно так, то давая прививки потенцированные, берут и также потенцируют прививки, да, как карникура или какие-то другие препараты. если на это есть реакция, значит, это именно та самая причина. Проблема в чем, чтобы донести до родителей, что это будет тяжелый путь, что когда он примет ребенок эту прививку, то он может выдать сильнейшее обострение с ухудшением, он может выдать истерики, еще больше погружения в это состояние, и человек должен понимать, что это хорошо, что это хороший, что это тот путь, по которому он идет. Уходит это обострение, ему опять дает этот же препарат, и он выдает еще другие сложные состояния, которые могут включать все головные боли, рвоты, поносы, поведение просто из ряда вон, не могут они уже с этим ребенком никуда даже выйти. Но вот так постепенно от дозы к дозе эти проявления уходят, они становятся меньше и меньше, они переходят совершенно в другое качество и на другие органы, и когда наконец уже он видит, что этот ребенок весь обсыпан какой-нибудь экземой, но при этом все видят, что человек совершенно меняется, что он становится включенным в мир, он становится адекватным, этот ребенок начинает учиться, и зачастую они уходят из школ специализированных совершенно в нормальные школы. вот на этом примере очень хорошо видно, что все эти обострения они идут только во благо организма. Это тот путь, та перестройка, которую совершает организм человека. И это все основано вот на этих законах, законы Геринга. еще хочется мне совсем немножечко рассказать о исследованиях, которые проводились по поводу воды и изготовления препаратов. Вообще вода это очень загадочное вещество, это очень загадочный химический элемент, который ведет себя парадоксально. Вода ведет себя совершенно не так, как другие химические соединения. Во-первых, строение воды называется диполиум. Что это значит? Это значит, что молекула имеет как положительный, так и отрицательный заряд. И вот это ее свойство предполагает, что они, эти молекулы в воде, могут соединяться между собой плюс к минусу и создавать некие конгломераты. Куда-то все поделала. Ну, сейчас на льду. И в 1920-м, приблизительно в 20-е годы американцы Латинер и Розы Буш открыли те самые водородные связи, которые существуют внутри молекулы воды. Вода это H2O, да? И стали изучать воду как отдельная совершенно науку. С тех самых пор есть наука гидрологии, которая занимается только изучением воды. На сегодняшний день много чего изучено, но загадок осталось за очень много. Как это соотносится с нашей гомеопатией? Оказывается, если во-первых, мне хочется сказать об аномалиях воды. Почему она аномальная? Например, по всем химико-физическим законам вода, к примеру, должна плавиться при минус 90 градусов Цельсия. Она у нас плавится при нуле. Лед у нас плавится при нуле. Температура кипения воды должна быть минус 70 теоретически, исходя из ее формулы, исходя из ее химических связей. Температура кипения воды мы знаем 100 градусов Цельсия. Плотность вещества смотрите, как она себя ведет. Если мы замораживаем вещество любое, молекулы в нем сжимаются и оно теряет объем. Что происходит, когда замораживаем воду? Мы знаем наши разбитые бутылки, банки, она расширяется. Это тоже аномально абсолютно. Так не ведет ни одно вещество в мире химическое. А что если бы она вела себя так, как ей полагается по закону химии? Вы понимаете, что зимой как-то замерзает лед. Этот лед он бы не расширялся, он бы сжимался и тонул. Он бы был внизу. И все, что есть там живое у нас в воде, оно бы все погибло. Земля у нас сколько содержит водоемов в процентном соотношении это очень много. Я уж не помню, 80-90 даже процентов земли это вода. Земли бы просто не было, если бы вода не обладала этими свойствами. И вода это единственное, вообще единственное вещество, которое расширяется при замерзании. Еще очень интересно, например, есть высокая, очень скрытая теплота плавления у воды. Если лед тает, он выделяет тепло. И если кто-то серьезно занимается сельским хозяйством, то они знают, что если предвидится морозы, то надо в саду или в теплице поставить бочку с водой. И когда эта вода замерзнет, когда она начинает таять, она выделяет тепло. Вот такой прием. Тоже никакое другое вещество так себя не ведет. И, конечно, самое уникальное это информационная составляющая воды. Об этом колоссальное количество споров, колоссальное количество, но на сегодня это доказанный факт, абсолютно доказанный. Он не объяснен до конца, но он доказан. очень красивые по этому поводу есть работы, которые провел японский ученый Масару Эмото, который уже скончался в 2014 году. Вопросов о том, есть память у воды или нет, у него уже не возникало. Что он сделал? Он замораживал воду азотом быстро, потом это все резал и смотрел под микроскопом. Что он получал? Что вода из разных источников имеет разные структуры. Что вода, на которую воздействовали каким-то образом, например, гимн Москвы сыграли, вот они получили вот такие кристаллы, сыграли гимн России, они получили вот такие кристаллы, прямо скажем, не очень хорошие формы. Например, вода из Сергия Радонежского родника, вот она имеет вот такие кристаллы. А вода, которая была под воздействием мобильного телефона, это все кристаллы поломанные, никакой симметрии, никаких ровных и красивых картинок он не получил. А что, какой вывод из всего этого мы получаем? Во-первых, нет ни одного кристалла, то есть, если на воду воздействуют гимнам Москвы, он будет иметь кристаллы именно такой формы, никакой другой. Если воздействовали другой музыкой, предположим, то он тоже будет свои индивидуальные кристаллы иметь. на основании всего, у нас в России, кстати, очень много ученых занимается этой проблемой именно информацией. Это лаборатория МГУ, это академик Зилов, нет, не Зилов, простите, Зинченко, у которого много работают по этой информационной воде. И это все доказано. И буквально несколько лет назад, 2-3 года, не больше, академик Казанского университета Коновалов сделал работу. Он не имеет отношения ни к биологии, ни к медицине. Он вообще физик и занимается проблемой уже очень давно происхождения жизни на Земле. В процессе этих экспериментов они вдруг выявили, что оказывается оказалось, что вода создаёт внутри себя определённые конгломераты. И они совершенно индивидуальны для каждого вещества, которое воздействует информационно на эту воду. Они эти конгломераты называют наноассоциатами и они их видят. Сейчас такая есть возможность техническая, что они их просто зафиксировали. Вот они эти нано- конгломераты. И тогда Коновалов сделал предположение и высказался, что очень может быть, что гомеопатические законы и гомеопатические препараты работают именно вещества. Потому что вещество создают свои конгломераты эти наноассоциаты. После этого он как-то сразу в маразматике активно перешел. Его перестали слушать и даже публиковать. Но он это все не оставляет. Он об этом много говорит. Это серьезные исследования, серьезные лаборатории. Так вот, когда мы проводим потенцирование препарата, берем эту арнику и вот так потенцируем, вода воспринимает информацию от арники и создает свои конгломераты. Вот те самые. Вот этот момент он понятен. У арники будут конгломераты, которые будут воздействовать на организм. У гиперикума будут своей формы эти конгломераты, которые будут воздействовать на организм другим каким-то образом. Понятно, есть эти работы и понятно, что все это работает в межклеточном пространстве, межклеточной жидкости, где тоже жидкость. Но как это происходит, вот этот момент пока абсолютно непонятен, хотя есть работы питерских ученых, которые уже выявили некий белок, который участвует в передаче этой информации именно в межклеточном пространстве и таким вот образом работает. Вода с препаратами передает информацию каждой той воде, которая будет тревожить. Ну как она это? Она информацию-то передает, но она же меняет состояние организма. Она делает вот этот вот первый шаг, дает старт изменениям в организме, поскольку межклеточная жидкость это вода, а эти конгломераты если их трясти, они очень быстро начинают создавать себе подобные. Вот что-то происходит в организме. Как это происходит непонятно, но то, что это происходит, это зафиксировано уже точно. А если из воды, то тогда меньше получается участие происходит? Почему? Он же раз... Нет, нет. Вот тоже удивительное, мы принимаем просто сахар, который имеет информацию об этом препарате. Он работает точно так же. как это происходит, это не знаю. То есть по сути в гомеопатии непонятие вот этот механизм. Все остальное понятно. То, что это эффективно, эффект есть, это доказано уже давным-давно. То, что это работает, это тоже доказано. И как информация попадает, тоже доказано. Как образовываются вот эти конгломераты, тоже все это понятно. Непонятен механизм, как работает в межклеточном пространстве вот эта передача информации от воды. Да, это тот вопрос только времени. И сразу я хочу сказать о наших меморандуме, которые мы имели в январе этого года, да, и очень большие шумихи, где они говорят о мета-анализах и исследованиях, которые доказывают, что гомеопатия плацебо, тут вот стоит заметить. Во-первых, о чем они говорят? Они говорят, что она плацебо. Они не говорят, что она не работает. А плацебо вообще-то это очень хороший эффективный метод, но это ладно. Они упираются на то, что они приводят мета-анализ. Это самая современная статистическая обработка всех исследований по гомеопатии, в том числе, ну, по любой науке. Так вот, этих мета-анализов было пять. Из них три доказали, что гомеопатия не является плацебо. Вопрос эффективности даже не обсуждался. Это не плацебо. Два говорят, что это плацебо. Они опираются на вот этот один-единственный, где говорится, что это плацебо, и выносят это на такое обсуждение. Так что, с точки зрения доказательств, тут очень много сейчас делается, очень много работает. В Европе создан институт гомеопатии, где все гомеопаты очень активно участвуют, отчисляют какие-то деньги свои, вплоть до этого, дабы проводились эти исследования. Ну давайте вернем. Или перерыв маленький. Перерыв маленький. Перерыв маленький. Перерыв маленький. Сейчас посмотрю, как она идет. запись пошла. отчисляет. Продолжение следует...